Ивановских коммунистов очень сильно задело заявление председателя правительства Украины Арсения Юценюка, которое он сделал перед немецкими СМИ. Юценюк позволил себе не совсем корректное, по мнению коммунистов, высказывание, которое касалось участия Советского Союза в Великой Отечественной войне. Нас ведь возмутило даже не само высказывание, а скорее тон и форма подачи, как это было сделано. Суть высказывания сводилась вкратце к тому, что советские войска вторглись на Украину и в Германию. Что, прямо скажем, мягко говоря, противоречит истории. Соответственно, мы здесь для того, чтобы выразить свое отношение не столько к его высказанию, сколько к политике двойных стандартов в целом. И мы относимся очень болезненно к переписыванию истории Советского периода, а особенно истории Великой Отечественной войны. В основном на пикет вышли люди зрелого возраста, которые помнят тяготы послевоенной жизни и чтят память отцов и дедов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Такая фраза, оскорбительная для каждого россиянина, не должна остаться без внимания. Я чисто профессионально знаю, поскольку 20 лет отработала психологом, что мозг не решито. И все, что попадает в мозг, все там остается. А поскольку никаких доказательств не приведено, была просто сказана фраза, значит она останется, войдет под сознание, и люди потом откуда-то вдруг начнут думать именно так же, применять это в действиях своих. И это очень опасно. Не проигнорировала пикет и молодежь. Заигрывание с историей может привести к гражданской войне. И далеко ходить за таким примером не приходится. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.